Исполнение мечты особенного автора в областном центре презентовали книгу талантливой поэтессы из Кинишмы Анжелики Бутаевой. Больше семи лет женщина хотела выпустить сборник стихов собственного сочинения, но не было финансовой возможности. Пока не нашлись благотворителей. Деньги на книгу между небом и временем собирали всем миром. Поощрять обязательно нужно, конечно, все творческие какие-то начала, творческие движения. Пусть человек поет, пусть человек пишет, может кто-то танцует. Ради бога, ни в коем случае мы опять же не должны зацикливаться на инвалидности, зацикливаться на какой-то физической возможности. Кто-то может ходить, кто-то не может ходить. Поэтому надо к этому спокойно относиться, надо помогать таким людям, если они хотят. Если у них есть потенциал, у них есть вера, они хотят творить. Филолог по образованию Анжелика пишет очень нежные и женственные стихи, чувственные, способные затронуть самые потаенные струны души. Вдохновение автор черпает из внутренних переживаний. В основном я пишу о любви, о мире, о взаимоотношениях людей между собой. Любовь – это вообще такое глобальное тема, мне кажется, которая вдохновляет очень многих поэтов и вообще творческих людей. Поэтому в основном, да, любовь. Большую часть времени Анжелика проводит дома с ребенком. У этой невероятно сильной женщины серьезное заболевание. Передвигаться она может только на коляске. Но недуг, жизненные сложности, творчеству не помеха. Читая стихи поэтессы Бутаевой, ты будто путешествуешь по странам и эпохам. У нее, конечно, романтические стихи. Есть романтика, чувствуется такой порыв души нестесненной. Ведь она очень стеснена. Но вот ее душа, она абсолютно свободна. Она блуждает по таким просторам в стихах, что я иногда просто удивлялась. Появление каждого стихотворения Анжелика сравнивает с рождением ребенка. Иногда, рассказывает автор, произведение получается за пять минут, а порой на несколько строк уходят месяцы. Я считаю, что все поэты и вообще все творческие люди, они как проводники между двумя мирами. Эти мужчины, и вот то, что они несут через творчество, это очень важно. Это может изменить даже, ну если не мир, то хотя бы одного человека, то уж точно. Анжелика не мечтает о всемирной славе или космических заработках. Ей, как любому автору, важно дарить свое творчество читателям. И теперь у поэтессы есть такая возможность. Несколько экземпляров книги передадут в библиотеке города. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Еще раз хочу поблагодарить.